Чугуночный вокзал Рогачёва не бывает новая обличка. Стены, залы чеканья, пригожили 9 барельефов. Теперь гости города, которые подорожничают тягником, будут сустракать выявы белорусской речаисности. А в том, как створалась пригожость, в нашем наступном материале. Будинок вокзала – это вороты в город, прозеяки, а что день проходит великая колькость гостей и мясовых же хоров. В советский час Рогачёвский вокзал славился мастацким внутренним росписом, однако после вымышенного ремонта у будинку засталися пустые шары и стены. Мясцовые же хоры неодноразово звертались до уладов с пропоновой у пригожость вокзал. Идею подтримало керонистство Гомельского отделения белорусской чугунки. Гостям и жителям города не хватало того, что было раньше, поэтому было все-таки принято решение добавить в интерьер вокзала картины. Неординарность в том, что в городе Рогачёве таких картин ни на зданиях, ни в помещениях нет. И поэтому, конечно, люди даже делают фотографии. Прикладно в середине мая залы чекания чугуночного вокзала Рогачёва переотворились у майстерни скульпторов. Перед девчонами стояла задача створить девять барельефов. Четыре из них по мотивах белорусской речаисности выконала столичный майстер Катярина Бабкова. Ее композиции у молочно-бежевых тонах ураживают докладностью в образах. Бусил, весельки, сядибы на пригорку, в озеро с одинокой лодкой, рушник с караваем. Скульптор с Барановичу Анастасия Кергет до празы приступила в середине Червеня. Ее ей отвели для творчести пять арок у иншей зале чекания Рогачёвского вокзала. Изначально я изготавливала эскизы дома сама, когда их придумала. Я их изготавливаю на графическом планшете и затем переношу их на стену. Когда я их уже нарисую на стене, соответственно, потом вылепливаю. Затем вырезаю, затем раскрашиваю. Здесь высокий уровень вибрации. Это общественное место, и учитывая то, что здесь много людей, ходят дети, разные люди бывают, я это специально изготавливаю так, чтобы потом можно было и потрогать, и повредить это практически невозможно. У двух залах будет вытримана одна коляровая гамма. Триптих, чехунка с паровозом, на самом деле, имела и иншую выяву на эскизах. У середней картине повинен был быть годинник с показальниками на прамках у тягников, которые курсируют про станцию Рогачёв. Однако, когда из двух боков от центральной арки скульптор намалювала чехунку, местовые жихары начали подходить с вопросом, где будет у тягник в центре. Идею Триптиха пришлось окреху скорректировать. Просьбу глядачого Анастасия Кергет выконала. На самом деле, я по образованию юрист. Я кончила Барановский государственный университет пять лет, затем поступила в Академию управления при президенте в магистратуру, два года отучилась там, работала по специальности два года. Затем решила заняться барельефами. Всё очень спонтанно получилось. Мне просто попросили нарисовать и сделать барельеф, зная мои художественные способности. Уже без изменений у нас в противоположной стене от Триптиха заявились два гербы – Гомельской области и Рогачева. На наступном тыдне майстр завершить композиции и представить их во всей красе на суд мясцовых жихаров и гостей города. Ворота Рогачева снова начнут набирать славу и прославлять райцентр. Евгения Кухаронак, Игорь Мариченко, телерадио компания «Гомель» из Рогачева.